Музыка Направление в жизни. И вот это решение, откровение, то, что сделал Иешуа, переводит людей из любопытных в тех, которые познают заветы Господа. Вот заветы Господа, когда мы изучаем их, они удивительны. То, что Бог обещал с Мессией, то есть тем, когда ты принимаешь Мессию, там есть откровение, что с Ним и дает. Вот не даст ли с Ним больше. С Ним же у нас получается крещение Духом Святым, обетование, исцеление, освобождение, богодатной жизни. И говорит, жизнь с избытком. Мы изучаем это в состоянии эфирии, такой жажды, нового откровения. И вот, когда мы приняли Иешуа, Мессию, в свое сердце, оно очень сильно нас вдохновляет. Но мы всегда движемся дальше. Мы хотим прийти в группу людей, которые уже более успешны, потому что они вокруг нас. Мы уже говорили о том, что есть люди, которые познали уже Бога, знают Его откровения, но у них еще есть, они как испытания. И вот они на основании Священного Писания, они декларируют в духовный мир о том, что они получают. То есть они получают откровения, получают также и ответы в этой жизни. Но знаете, больше всего, мы говорили, это ученичество такого, мы не только учимся, мы и действуем, мы применяем на практике то, что мы хотим. И вот четвертая группа людей, которые мы тогда сказали, это богоцентричны. Богоцентричность – это то, что привлекает больше всего. Потому что мы говорим, что вот в богоцентричных людях есть что-то мистическое, то, что удивительно. Это то, что мы, может быть, мы не часто их видим на собрании, или как они сильно молятся. Знаете, вот они не такие вот, аж, знаете, выбивают из Бога все обещания. Они просто помолились, это случилось. Они помечтали о чем-то, и это произошло. И вот мы хотим попасть в эту четвертую группу людей, которая – богоцентричность. Это когда люди говорят в своей жизни, в моей, вот не только духовной, но и в моей плотской жизни, центром всему есть Бог. Что бы ни происходило в моей жизни, у меня есть тот, кто защитит, ответит, на кого можно уповать, к которому обращается. Я встаю рано утром, и ты там, я иду спать, ты со мною, ты везде, я дышу тобой, я жажду тебя, ты все во всем. И вот эти люди, они очень удивительны. Мы к ним стремимся. И мне очень спрашивали, говорили, просили, расскажите о номер три. Я рассказал в прошлый раз, что там происходило. Но богоцентричность, богоцентричность, что это слово для нас. Я хочу поговорить сегодня о людях, которые богоцентричны. И честно говоря, не лукавя, каждый из нас думает, что вот эта богоцентричность, некое возрастание в Боге, делает это место немножко другим. В голове у нас сразу становится немножко другой уровень или же другое совсем мнение о четвертой личности, которая находится в общине. Это какое-то место более привилегированное, более красивое, более с какими-то дарами, особо отделки. Мы думаем, что вот эти люди, которые вообще нет, и богоцентричны, они многознающие, правильно ходящие, например. У них всегда есть ответ на все вопросы твои. Они очень мудрые. Это такие люди, которые стул отличаются от всех других. Или я не прав? Вот каким-то образом мы как-то так вот выделяем, в своем разуме выделяем, к этой вот личности, вот этой богоцентричности мы стремимся. Почему? Потому что если мы были вот здесь, и мы казались никем и ничем, нам ничего не нужно было, мы потом покаялись, мы увидели, что Бог что-то делает, мы увидели, как Он отвечает на наши нужды, Он нас снабжает, Он нас благословляет. И мы говорим, вот если я приду сюда, у меня тогда все получится. У меня будет лучшая машина, лучший дом, у меня будут самые хорошие дети, жена, я ничего не буду нуждаться, у меня будет абсолютно все, что у меня необходимо. Вот это если я только буду концентрироваться на той личности Бога, и Он будет моим центром. Мы так думаем. Большинство, можем говорить, людей, которые проповедуют благорасположение, или же успех, христианский успех, и предполагают, что ты каким-то образом потом выделишься среди всех людей, на тебя обратят внимание, и скажут, вот такого Бога хотелось бы мне, который бы из ничего сделал меня кем-то. Если не прав, вы можете встать отсюда и уйти. Но я хочу сказать, что в нашем разуме подсознательно мы думаем так. Мы думаем, потому что мы хотели бы, чтобы у нас все случилось, все было бы хорошо. И вот богоцентричность, богоцентричность. Богоцентричность заключается в том, чтобы знать Бога и быть с Ним. Вот я хочу продолжить эту тему, продолжить тему, потому что на самом деле она очень-очень важна. Если не возрастать, то можно оказаться опять на этом же первом месте. Если не возрастать в Боге, потому что здесь возрастание, везде концентрация на Боге. Когда приходит искушение, разочарование, давление, преследование за Слово Божие, как остаться богоцентричным? Вы понимаете, что будет всегда искушение. Искушение в богатстве, искушение в изобилии, искушение просто в суете, в благорасположении. у нас всегда будет давление извне, чтобы повлиять на то, на что мы претендуем. И Бог нам задает этот вопрос. Что ты будешь делать, когда придут давления, когда придет гонение, когда придет даже изобилие? Вот это великое изобилие, которое ты ожидал, когда оно придет. Что ты будешь делать? Этот вопрос всегда на первом плане. Ведь мы не хотим утратить то, что мы уже получили, чему мы научились, что мы испытали и то, что действует в нашей жизни. Никто из нас не хочет утратить то, чего мы достигли. А это означает, что есть возможность его утратить. Кто-то из вас терял деньги, но была возможность не терять? Была, но вы теряли. Заработанных кто-то украл, вы где-то не переставили. То есть всегда есть возможность утерять то, что ты имеешь. И Писание в этом говорит, держи, что имеешь, чтобы кто-то из других его что? Не похитил. Вопрос именно вот стоит из этого стула, четвертого стула, последнего, которого мы в нашем разуме делаем особенным. И это неплохо, это хорошо, к чему-то нужно стремиться. И я хочу, чтобы мы посмотрели на эту же притчу, которую мы начали, Марка, да, четвертой главы. Мы говорили о том, сеятель, который вышел сеять семя. Одно упало при дороге на каменистую почву, и одно упало на хорошую почву. Мы видим там четыре разных почвы, и эти четыре человека, разных человек, они представлены здесь. Мы говорили о том, что эти люди неплохие. Мы говорили о том, что эти люди слышали слово, они на своем уровне, они принимали это слово, потому что, даже чтобы семя упала, земля должна была либо держать, либо впитывать себя. Но приходил враг, который похищал это птицы, это тернии, мы видим, да, мы видим, это говорилось о суете, это о давлении. Но я хочу начать немножко по-другому. Лука, Матфей, Марк описывают эти все, эту притчу. Ну и в Луке восьмая глава, пятнадцатый стих говорится, «А упавшие на дорогу, на добрую почву, извините, это те, которые услышали слово, хранят его в добром и чистом сердце». Чистое сердце, там имеется в виду, не лукавого сердца, хранят и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Сегодня я говорю о том, какая почва должна быть вот здесь, на четвертой, четвертая почва. В чем заключается вот эта цель богоцентричности? И Марк пишет, четвертая глава, двадцатый стих, «Апассивание на доброй земле означает те, которые слышат слово и принимают и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят и иной в сто крат». Вот эта цель всегда нас влечет вот к этой доброй почве. Она всегда, я хочу быть успешным, приносить тридцать, а может быть шестьдесят или в сто крат. Я хочу быть успешным в Царство Божие. Это мотивация, которая хорошая мотивация, но она каким-то образом возвышает нас среди всего контингента людей, которые приходят в общину либо в церковь. И вот здесь говорится о почве, которая указывает на сердце. Каждый из нас желает принести этот плод. Я не верю, что здесь нет людей, которые бы хотели принести, быть успешными хотя бы хоть немного. Которые говорят, я прихожу и мне ничего не надо, мне вообще никого не касается, я хочу быть просто верю и попаду на небо. Каждый, понимая Слово Божие, читая Божье Слово, говорит себе, я хочу быть этой землей, которая приносит успех. Итак, что значит в современном мире приносить 30, 60 и 100 крат? Мы явно понимаем, что притча говорит здесь о сердце. Почва это сердце человека, которое должно быть приготовлено. Добрая почва, заметь, там написано добрая и добрая значит не лукавая. Если мы хотим иметь успех в нашей жизни, мы должны изменить свое сердце. Мы должны сделать его добрым, мы должны сделать эту почву принимающей, мы должны сделать это сердце чистое, не лукавое. Таким образом мы сможем иметь богоцентричность в своей жизни. И первое, что делает наше сердце правильным перед Богом и чистым, доброй почвой, это смирение. Это смирение. Нам нужно будет сделать этот стул обычным стулом, как и все остальные. Нам нужно будет изменить свое мнение относительно последней позиции, которую мы имеем, к чему мы и стремимся. Мы говорим о том, что почва подразумевает сердце человека, и мы говорили о том, как нужно возрастать. Матфея 13 глава 10 стих и ниже. И приступив, ученики сказали ему, для чего ты притчами говоришь им? Он сказал им ответ, для того, еще раз, будьте внимательны, это очень важно, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Вам ответ понятен? И они дальше ибо кто имеет тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видят, они видят, не видят, слышат, не слышат, и не разумеют. И сбывается над нею порочество Исаи, который говорил, слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце может огрубеть. Сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои замкнули, то есть они самостоятельно, здесь оборот перед сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорят, что многие пророки праведные желали видеть то, что вы видите и не видели, и слышать то, что вы слышите и не слышали. Как интересно, здесь говорит о том, что сердце человека способно стать грубым, каменным. Обратный процесс может произойти под давлением в этом мире, под вещами, которые происходили, проходят наши жизни, тем, может быть, неуспехом, либо крушением бизнеса, либо обстоятельств, тревоги, болезни, могут совершить в нашем сердце некую операцию, которая делает наше сердце каменным, то есть инфаркт. Мы заставляем наше сердце грубеть и не реагировать на ту почву, то есть не делать его мягкой для Слова Божьего, которое ложится внутри нас. Ученики с претензией обращаются к Ишуа. Если вы посмотрите оборот речи, они говорят, зачем с людьми ты так общаешься? Почему ты так с ними говоришь, непонятно, вот такими фразами, такими примерами? Об этом отрывке очень много по-разному спорят. И говорится о том, что вам дано знать тайны царства, а им не дано. Много есть фраз, но я думаю, что тайны царства открываются тем, кто имеет доброе и нелукавое сердце. Многие из нас хотим узнать тайны царства небесного, но эти тайны открываются тем людям, которые свое сердце приготовили слышать это слово. Сердце, которое не лукаво и оно доброе. Многие люди говорят, вот почему, вот почему, вот он читает Библию, говорит слово, это приходит откровение, но я же читаю ту же Библию, почему ко мне откровение не приходит? Я читаю, но почему я не вижу? А почему у другого человека служение более успешно, чем у меня? А почему вот его слушают его откровения, а от меня отворачиваются, не слушают? У меня есть ответ. Загляни в свое сердце. Что происходит с тобой, когда ты видишь, что другой человек более успешный? Что с этим сердцем происходит? как ты реагируешь на успех другого человека? Я думаю, что этим именно Дух Святой занимается, чтобы открыть наше нутро и чтобы раскрыть то, чем мы дышим, чем мы существуем. Иезекииле 36-26 говорит, и дам вам сердце новое. Сердце новое Бог хочет дать. Когда Он дает это сердце новое? Когда мы разумеем, что нам необходимо, вот это смирение, смиренное сердце, что этот стул, этот стул, он не важен, на каком вот этот стул будет красивым, правильным, отношения к тебе будут, не это важно, а важно, что ты можешь вмещать и быть таким, как все, и при этом делать дела Божии. И Дух Новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Плотяное. Знаете, интересное вам место. Ни золотое, ни серебряное, ни бриллиантовое, а именно плотское, человеческое сердце. Дам вам сердце, которое будет сострадать людям, которое будет понимать людей, переживать вместе с людьми, и заберу у вас каменное сердце. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и в уставах моих, будете соблюдать, и выполнять. Вот это момент, когда мы можем спокойно исполнять волю Божью, его уставы, его заповеди, они просто наслаждения для нас, когда мы их выполняем. Как я уже говорил в предыдущих проповедях, что нам важно иметь обновление. И вот мы обновились в этом, в Господе. у нас в жизни пришли перемены, мы возложили все на крест голгоф, и когда мы покаялись, разделились выше, нам было легко. Но в суете, проблемах, в трудности, которые мы переживаем, наше сердце может остыть, оно может стать каменным. Заботы мира сего, извините, заботы сего мира, гогнение и страдания наносят на наше сердце раны, обиды. И в свою очередь мы делаем его грубым. Само сердце по себе не становится каменным. Мы позволяем ему таким быть. Мы позволяем. Друзья, никто не воиноват. Не может быть так раз в один момент ты утром проснулся и все. Но именно обстоятельства делает реакцию нашего и духа и нашего сердца относительно того, как мы поступаем. Чем грубее сердце, тем каменнее почва. Более каменисто становится. Я замечал, вот знаете, вроде бы земля, которая у нас есть на Украине, чернозем, хороший чернозем, если его оставить не вспахенным, не обработанным, то есть не работать над ним, чернозем, он как камень, он становится как камень. Вы замечали, нет? Вот буквально недавно мы работали у себя на участке, и то место, где прошло зиму и так далее. Татьяна копать, а оно не копается. Она, да, Татьяна у меня садовод, я только помощник в этом, я буду только носить. И чем бы, что бы ты ни делал, вот лопатой, которая хорошая лопата, острая, ты не можешь ее разбить, пока ты не поработаешь над этим, пока ты не сможешь это изменить. когда сеянное семя в нашу почву становится на поверхности из-за каменного именно состояния, тогда птицы похищают его. Если помните, первый раз мы говорили о том, что каменная почва это когда птицы налетают и они собирают, и эти птицы, Иисус говорил об этом, что это дьявол, он похищает. Будучи верующими, нам казалось, что мы достигли уже этих богоцентричности, но обстоятельства жизни сделали наше сердце каменное. И каждый раз, когда сеется слово, то ли это со сцены, то ли это в домашних группах, то ли это может быть на конференциях, и мы вдруг в какой-то момент замечаем, что оно легло, а потом оно не произвело никакой пользы. А потом дьявол, он похитил это слово. Я понимаю, что есть конференции, которые неинтересны, но я не верю, что слово Божие не может быть интересным. Я верю, что слово Божие, оно имеет какую-то цимность, сладость, которую ты можешь уловить. Одно слово может изменить все твое мышление, всю твою жизнь, твое естество. Я понимаю, что эти птицы, они похищают. И когда мы решаем в своем сердце, что нам мы не будем принимать, нам это не нужно, мы поступаем вот именно в духовном мире, как бы закрываем глаза сами самостоятельно. И каждый раз, когда мы читаем Библию, мы вдруг понимаем, что легко читается, а ничего не воспринимается. Кто из вас в таком состоянии был? Потому что люди подходили ко мне уже не раз. Я уже давно верующий, но что-то в моей жизни произошло, что я уже не могу воспринимать Слово Божие. Я не могу воспринимать то, что Бог делает. Я не вижу чудеса, знамения. И я вам говорю сегодня, если вы думали, что вы достигли чего-то, то подумайте о том, чтобы ваше сердце было смиренным. Исайя 57, 15. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий и святой имя Его. Я живу на высоте небес в освятилище и также с сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных. Опять говорит сердце, оживлять его. Удивительное место, то состояние, где мы принимаем свое духовное возрастание. Это сердце говорит, что я обитаю на высоте, а также в приземленном сердце. Человек, который имеет приземленное состояние, то есть смиренный человек. Бог вверху, а я приземленный. Ему возрастать, а мне умоляться. Вот это состояние сердца, где нету гордости. Смиренный значит опустошенный, распространенный в пепле и в прахе. смиренный только, который на коленях, который воспринимает себя нуждающимся. Я понял одну вещь. Царственная такая аллея, то есть восхождение всегда сопровождается с унижением. Не унижение как человека как личности, а себя самосмирением, даже сказать не самосмирением, смирением, когда я унижаюсь, тогда я возрастаю. Тогда я могу усознать, кто есть Бог. В Тигелим это в псалмах говорится такие слова. Желание смиренных услышал ты, Господи, утверди сердце их, да внемлет они. Внимать чему? Чему как человек я могу внимать? Ты, Господь, сделал мое сердце другим. Я готов принимать Твое слово. Когда Ишуа говорит выражение, что эти люди не понимают тайны Божьей или царства, он говорил им о том, что люди из-за их гордости все знания не готовы увидеть царство Божье. Встречали вы людей такие, которые на улице, я не знаю, которые все знают. Встречали? Они может быть полные, как бы, ну, неведущие, они не настолько орудированы, не столько они начитаны, не столько они знающие, как только начинают с ними общаться, они тебе говорят о том, даже что там не было. Тебя утверждает, в тебе, тебе утвердят то, что, может быть, никогда не могло произойти, но они все знают, особенно встречаясь с людьми, которые религиозные, набожные, божем сказать, в религии они полный ноль, но они пытаются тебе утвердить того, что ты даже писание не прочитал, а они уже давно его знают. И вот с такими людьми страшно даже общаться. Мне, к сожалению, работать с такими людьми не хочется, которые все знают. Когда только начинают говорить, что они все знают, тогда эти люди ненадежны в Царстве Небесном. Мне всегда легко с людьми, которые могут говорить, я хочу научиться, которые говорят, я сделаю так, или же я могу сказать, что я еще не знаю, я вот на твой вопрос я не могу дать ответ, я готов сегодня учиться. Это первая была позиция смиренное сердце, второе это освещенное сердце, почва на которое ложится слово Божье и приносит тридцать, шестьдесят, и сто крат эта почва всегда освещенная. Исайя даже пятьдесят семь, пятнадцать, ибо так говорит высокий превознесенный вечно живущий свято имя его. Я живу на высотах небес в освятилище. Мы все читаем, но не все понимают слово святой, освященный и так далее. Кто из вас понимает вообще, что такое слово святой? Чаще всего мы говорим это безупречный, правда? Мы говорим вот слово безупречный. И действительно, Бог в своей сущности, он безупречный. в нем безупречный, нету никакого сомнения. Когда мы говорим святой, мы подразумеваем безгрешный. И действительно, Бог в своей натуре, он безгрешный. Но это не то, что имеет в сути своей слово святой. Слово святой означает отделенный. Отделенный. Если бы слово святое означало безгрешный, безгрешная безупречность такая, да? Что-то вот, вот именно что-то такое безупречное. Мы все с вами в большой проблеме. Как у нас в Одессе говорят, мы попали в большую торбу. Потому что безгрешность и безупречность не являются этим словом святой. Хотя это и имеет в себе корни этого. Да, он такой, но слово по себе святое означает отделенный. 1 Петра 1.15 говорит, но по примеру призвавшего святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Правильно? И если мы думаем, что святость означает безгрешность и безупречность, да, тогда можно читать это слово совсем по-другому. мы можем сказать, но по примеру призвавшего вас и сами будьте безупречны и безгрешны во всех путях ваших, ибо написано, будьте безгрешны, потому что я безгрешен и безупречен. как-то так мы не смогли выжить. Правда? Знаете, этот отрывок, если говорить о том, что слово святой говорит, отделенный от чего-то, Бог отделил себя от всего мира. Он не имеет с грехом никакой части. Он отделил себя. Нет в нем тьмы. Он себя отделил в отдельную сторону. И здесь написано, можно говорить так, но вы будьте отделены во всех ваших поступках и ваших делах от прогнивающего от греха мира сего, как и я отделил себя от него. Если взять слово святое. И посмотрите, что Бог призывает нас быть отделенным, не сообразовываться с этим веком, но и быть измененным. Это место Петр цитирует из книги Левит. Он цитирует это из книги Левит, где четыре раза говорит о том, что будьте святы. Глава 11, 19 и дважды двадцатой главе. Бог говорит, будьте святы. И на самом деле это очень интересно, потому что Левитам 20 глава 7 стих говорит так, осветите себя и будьте святы. Осветите себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш. Но в этой же главе говорится следующее, будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. Я отделил вас от народов, чтобы вы были моими. Ой, как интересно. Отделение святости. Это мы все согрешаем, мы все падаем, поднимаемся. Именно отделить себя в понимании пред Богом, что мы Его народ. Мы Его народ. И знаете, вот Матфея говорит такие слова, что в 15 главе тогда приходит Ишуа к Верусалим, книжники фарисеи говорят, зачем ученики твои приступили предание старца, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповеди Божию ради предания вашего. Знаете, такая интересная история, потому что я не знаю, как быть рыбаками и всегда иметь чистые руки. Если по кашруту, если были в Израиле, там специальная леечка есть, ее нужно специально помыть руки и так далее, кушать хлеб, если сегодня Иудей был бы здесь, и мы хотели бы покушать, то было бы сначала омовение рук и так далее, мы бы ели хлеб. Хорошее дело кушать хлеб омытыми руками. Но скажите, пожалуйста, кто из вас вообще рыбак? Рыбаки есть здесь? Один. Быть в Одессе и из пирса не половить рыбу? Два. Олег еще, да. Но на самом деле, если вы скажете, поедем на рыбалку, соберется человек десять. Вот я буду с вами откровенен. Кто из вас? А кто в детстве ловил рыбу? О, ну, слава Богу, больше людей. Поймав рыбу, рыбу поймав, да, вы ее потом в садочек, в садочек, а потом пошли помыли руки. Где вы мыли руки? да, все правильно, попал руки в море, а потом проголодался и что? Пошел за сэндвичем, раз взял его. У каждого свое омовение рук. И что, ребята, вы не понимаете, мы как, эти пацаны, они рыбаки, они омыли свои руки, когда вот выловили рыбу и там же прямо в воде помыли. У каждого свое понимание руки помыть. Подходят потом ученики и говорят, слушай, они у тебя обиделись, они приткнулись на том, что ты их упрекнул, в том, что как бы вот в этом положении. А дальше идет общение между Петром и Ишуа. Петр же, отвечая, сказал ему, а теперь, хоть сейчас, изъясни причину, ой, притчу эту. Сейчас, вот можешь объяснить эту притчу насчет хлеба, вот это то, что ты говоришь. Ишуа сказал, неужели и вы не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, опять из сердца, сие скверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Вот это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. И он говорит, вы разве не понимаете, что даже если ты мыслишь о чем-то, но если ты с этой мыслью носишься, то оно исходит из своего сердца. Если ты не освободишься от этого, если ты не раскаешься, если ты не сможешь сделать свою почву правильно, извергнуть вот эти тернии, ты не сможешь принести 30, 60 и 100 крат. Ты не сможешь своей жизнью сделать это успешным. Если вы хотите, чтобы были доброй почвой, если вы хотите на самом деле приносить 30, 60 и 100 крат, тогда вам необходимо отделить себя. Отделить себя от всего мира. Отделить, я не говорю, чтобы выйти из этого мира, как я шел говорит, я не говорю вам уйти из этого мира, чтобы вы отделили, вы не сообразовывались этим миром, с их немышлением. И я вам скажу, это будет формула твоего успеха. Не пытайся сделать этот стул троном. Не пытайся. Сделай свое сердце таким образом, чтобы твой успех был виден не только Богом, людьми, не в богатстве счастья человека, в одежде, чтобы одеваться, а на самом деле в поиске Бога, потому что с этим Он даст и все остальное. Все остальное. По этой причине нам нужно взирать на небесное, не на земное. И когда наше сердце, оно устремлено на небесное, тогда наши глаза откроются. Я уже зачитывал Исайю, еще раз зачитаю. Ибо так говорит высокий превознесенный, вечно живущий святое имя Его. Я живу в высоте небес в освятилище. Кто из нас не стремится к высшему? Кто из нас не стремится к обетованию, которое оставил Бог? где я, там и вы хочу, чтобы были. Наш Бог это вечный Бог. И мы созданы по образу Его с надеждой, чтобы быть с Ним. Это цель. Цель соединения Бога с человеком. Это цель была вешу, а Он послал Своего Сына, чтобы дать нам надежду тем, кто живут здесь 50, 60, 70. Может быть, при большей крепости сто лет прожили, и большая часть из них трудности, болезни, переживания, работа и все остальное в это временное хранилище, храмина наша, пройдет когда-то. Ну, пройдет. Да, Царство Небесное, оно здесь, на земле. И что он говорит, здесь, на земле. Потому что добрая весель отдается всем людям. Но могу ли я построить Царство здесь? Я соучастник временного проживания. И если у меня нету цели в Боге, нету этого обещания, не понимаю обещания, тогда я слеп. И вот каменная почва, она не позволяет видеть будущее. Не позволяет, потому что это слово, которое написано в Писании, оно не отображается в нашем сердце. Если вы озадачили себя временным прекрасами, если вы сконцентрировали на суете этого мира, и то, что этот мир предлагает, мы заглушим то семя, которое посеяно Богом в наше сердце. перспектива неба. Вот что всегда двигало апостолами, верующими людьми, что когда-то наша жизнь пройдет, как ветер. Когда-то. Но каждый из нас думает не сейчас и даже не завтра. Когда-то. но если я не видел небес, если я не знаю, что меня ждет, чего париться? Я вам скажу так. Заботы этого мира, суета этого мира делают почву каменной. И Слово Божье вот здесь в Библии оно открывает какое чудное небо. Куда мы идем? где мы проведем вечность. Плача, скорби, болезней там не будет. Там врата, которые сделаны из жемчуга. Там море. Там улицы из чистого золота. Сам Господь будет сиянием. И там нас ожидает встреча. написано там будет встреча со святыми. Если этой перспективы у нас нету, друзья, наше сердце каменное, мы не можем претендовать на богоцентричность, потому что богоцентричный человек, он мечтает о царстве. Он мечтает о царстве. Авраам, отец наш, живя в обетованной земле, считал себя пилигримом, странником, потому что в его разуме он мечтал о небе, о небесном Иерусалиме, где творцом и создателем, художником был сам Господь. И не приходило то на ум человеку, что Бог приготовил для любящих его. Услышьте меня сегодня правильно. Вот этот стул, он не может отличаться от всех других, потому что это тоже почва, которой нужна вода. Когда мы смотрим на невидимое, не на видимое, а на невидимое, ибо невидимое видимое временно, а не видимое вечно. Колоссянам 3.1 Итак, если вы воскресли с Мессией, то ищите всего горнего. Прежде всего, горнего ищите, где Мессия сидит одесную Бога, а горним помышляйте, а не земном. О земном мы автоматически заботимся. А сегодня призыв сосредоточиться и искать горнего. В притчах там говорилось о семени, о почве и о плоде. 30-60 и в 100 крат. Исайя, почитай последнее, Исайя, как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и прозвращать. Откуда приходит Слово Божье? С неба, как дождь. И он, это Слово, Писание, это Библия, это Донах, который делает наше сердце способным принимать это Слово, если мы откроемся, если мы позволим Богу говорить к нам. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет. Исполняет. Оно производит 30, 60 и 100 крат. оно исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Так просто. Мы сами по себе не можем устроить 30, 60 и 100 крат. Мы не можем, потому что это делает Слово Божье. Но то, что мы можем сделать, это убрать всякую скорбь из нашего сердца, всякий злой язык, всякое мнение негатива и забрать из нашего сердца, сделать способным наше сердце быть этой почвой, куда упадет это слово и произведет этот плод. Читая Библию, мы поймем, как жить. я продолжу. Итак, вы найдете, извините, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песни. Все деревья в поле рукополискать будут вам. 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 Все творение Божие будет ликовать о вас. И дальше, помните, мы говорили о тернях, что заглушали семя. Вместо терновника вырастет кипарис. Вместо крапивы возрастет мир. Это будет по слову Господа и знамение вечное. Богоцентричность и наше сердце, которое доброе, добрая почва, не лукавое сердце, сможет Бог это изгнать все терновники, изменить терновники на кипарис. Кипарис растет при максимальной заботе поливания. Если не поливать кипарис, он засохнет, но он растет там, где много воды. Бог говорит, я пошлю эту дочь, если ты хочешь. Больше всего хранимого. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергнет себя лживость и уст и лукавство языка удалит себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, ресницы твои направлены будут прямо пред тобою. Обдумывать стези для ноги твоей, и все пути твои будут тверды. Я хочу сегодня призвать людей, которые пришли сюда либо приходят уже давно, и они находятся в этой группе любопытных. Вам интересно, что поют, что происходит здесь, но вы замечаете, что есть люди, которые изменили свою жизнь. Они сверили все то, что Бог их благословил. Вы молитесь с людьми, которых жизнь изменилась, они богоцентричны. Если ты хочешь попасть в семью Бога, обещание, которое Бог дал сегодня и давал через еще Мессию, попасть на небеса, сделай этот шаг, сделай шаг веры, пригласи Бога в свою жизнь. Это нелегкий путь, но лучше пройти его с трудностями, нежели стоять у престола благодати и опустить свои глаза и быть услышанным, что недостоин. Я хочу, чтобы понимал весь мир, что у них нет интернативы и встретит тот же Бог, который встретит и нас. Он один, который создал человека по образу подобию своему мы, и мы все буквально в смысле все принадлежим Богу, и мы все предстанем пред Ним, праведные и не совсем. у тебя сегодня есть шанс возрастать, стать богоцентричным и знать, я утром поднялся и что бы со мной ни происходило, мой Бог, Он со мной. Давайте поднимся наши ноги. если вы привели сюда друзей, друга, спроси его, хочет ли он изменить свою жизнь. Если кто-то пришел сюда, и вы чувствуете, что вы когда-то принимали Иисуса, Ишула, личным спасителем, но ваша почва, она не просто придорожная, а вот стала каменной. Вы слушаете людей, проповедников, слушаете, может быть, кассеты, диски, и оно как будто пролетает мимо, что вы не можете подцепить вот этот момент Божьей Сущности, что Бог говорит, я вам предлагаю посмотреть еще раз свое сердце. Посмотреть глубину, когда и что происходило со мной, почему я таким стал, почему мое сердце, оно не добрая почва, почему там проросли горькие корни, почему, и если вам уже надоело так жить, я и вам говорю, праведники, поднимайтесь, идите к Богу, Он поднимет вас обязательно, Он пошлет дождь, эти тернии превратятся в лес плодоносный, это время, сейчас перед Богом, мы будем молиться обязательно, и я предлагаю вам, сердце смиренное, открытое здесь, и если вы будьте искренни пред Богом, то я ожидаю здесь людей на коленях, и Бог изменит вас, прольет эту дождь, спасение для многих, а для некоторых обновления, и те, кто смотрит нас в прямом эфире, либо будут смотреть кассеты, я обращаюсь к вам, на том месте, где вы находитесь, преклоните ваши ноги, колени, и смирение сделает вашу почву другой, тогда никакой злой язык не может вам повредить, оно не будет доставать, потому что ты сосердцаешь в небесах, перед тебе приходите сюда, только ты один достоин, и пред тобой Господь мы поклоняемся во имя Ищуа, только пред тобой достоин, 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 Продолжение следует...